Родители школьников в Омске все чаще требуют перевести детей на пятидневное обучение. По их мнению, в субботу ребята не могут отдохнуть полноценно и меньше времени проводят с родными. Несмотря на то, что все образовательные учреждения сами решают, по какому графику проводить занятия, большинство остаются на шестидневке. И это несмотря на то, что еще летом министр образования России Ольга Васильева обещала, школьники будут учиться пять дней в неделю. Но педагоги против. Почему и что делают родители, которые считают, что их дети учатся слишком много, расскажет Юлия Боброва. А вам нравится? По пятидневке или по шестидневке лучше? Нет. Этим ребятам завидуют все старшеклассники. Полгода назад в этой школе, как и в большинстве других в городе, шесть дней в неделю учились все дети. Но руководство решило провести эксперимент. Начальные классы перевели на пятидневный график. Качество знаний не снизилось. И это еще раз подтвердило, наверное, тот факт, что дети готовы, наверное, внутренне к переходу на пятидневную неделю. За пятидневку в основном выступают родители. Мол, дети слишком мало отдыхают. В воскресенье же надо уже и уроки делать. Вроде бы и выходной, и он не выходной. Родители тоже пятидневная рабочая неделя. Больше времени можно провести с семьей, пообщаться с детьми. Сейчас вообще в школьной программе они настолько серьезные, что дети или учатся, или делают уроки. Вот одно из двух. Поэтому отдыхать-то когда-то тоже надо. Чиновники против таких экспериментов. В Кемерове, где большинство детей учатся шесть дней в неделю, считают пятидневный график намного тяжелее. Можно упаковать учебный процесс в пять дней. Но он будет очень плотный учебный процесс. И тогда родители чаще всего начинают опять же жаловаться о том, что у ребенка перегрузки. Эксперты уверены, родители часто лукавят и на самом деле хотят заполнить выходной день ребенка дополнительными занятиями. Мы родители все очень в своих желаниях, амбициозно употреблю это слово. И мы иногда пытаемся добиться от ребенка невозможного. И вот это, мне кажется, самый худший вариант. Психологи считают, минусы будут в любом графике. Важно искать компромисс. Скажем, оставлять на субботу, возможно, факультативные занятия или занятия меньше нагруженности. Чтобы была возможность, ну, по крайней мере, ребятишкам полноценно отдохнуть. Впрочем, есть и другой вариант, когда почти каждый день может быть выходным. Семейное обучение. В семье Григорьевых шестеро детей, трое школьники. Уроки ведет папа. Занимаются много, но без жесткого графика, который был в школе. Там дети уставали и плохо запоминали материал. Нас очень не устраивал школьный график. Ну, как можно, с девяти до трех ты ребенка не видишь. Он там чему-то обучается и приходит в итоге с пустой головой. Школа пока не успевает за современными требованиями общества. Мы их учим, чтобы они были свободными, достойными гражданами нашего мира. Родители уверяют, дети стали учиться намного лучше. И даже с опережением осваивают школьную программу. Сейчас в Омске больше трехсот ребят учатся по такой системе. Вариант удобный, но подойдет не всем. Понадобятся репетиторы и дополнительные занятия, чтобы дети могли общаться со сверстниками. Да и экзамены никто не отменял. Юлия Боброва, Александр Рябуха, Лидия Захарова, Остап Григорианц, Денис Солдатки. Новости. Здесь Омск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова